Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас заказ AVEN по 15 каталогу. Если в прошлом заказе мне не положили ни каталогов, никаких брошюр, то в этом, видимо, решили забросать просто макулатурой. Девчонки, у нас тут будет классная программа максимум призов, максимум праздника на 16-17 каталог. Мы с вами обязательно полистаем все это в отдельном видео. Черная пятница распродажа. Аж целых два буклета мне положили с компенсацией, наверное, за прошлый заказ. Ну, конечно, Outlet, Focus и вот такая вот брошюрка «Твои подарки». Такая она красивая, классная. Я уже все полистала, глянцевая. Ну и два каталога. Будем листать обязательно с вами все это дело в отдельном видео. Начнем с ароматов. Вот такой вот набор Cherish был по привлекательной цене, там за 500 с чем-то рублей. За скидкой консультанта и того дешевле. Здесь 50 мл водичка, это классический Cherish. И вот такой вот дезодорант. Он, наверное, не антиперспирант у нас. А, нет, антиперспирант, да, шариковый. Классный набор. Я думала взять себе такой же Incandescence, но потом посмотрела. В 16 каталоге он будет со скидкой и без такого дезика. Мне как бы этот дезик не нужен. Поэтому свой любимый Incandescence возьму в следующем каталоге. Little Black Dress. Она, кстати, идет у нас так же, как и Cherish в слюде, что немаловажно и приятно. Это тоже 50 мл. Она была по, по-моему, тоже привлекательной цене 599 рублей. Это у меня заказали с работы девчонки. Им понравились ароматы. Cherish уже берут не первый раз. И вот впервые Little Black Dress. А это аромат Patti у нас. Не классический, а Patti. Но по каталогу, там ароматизированная была страничка, понравилась, решили попробовать. Целых 4 аромата X-Series мужских, именно вот таких фиолетовых. Они идут не в слюде. И одна из коробок, к сожалению, была, ну вообще, не одна, слушайте, две. Две нормальных, а две прям покоцанные. Видите? Как будто их грыз кто-то на складе. И вторая вот так же. Не очень приятно, потому что это тоже у меня заказали. На них была цена при покупке 2-200 с чем-то рублей. За парфюм объемом 50 мл, по-моему, здесь 50, если не 70, 50, наверное. Такая цена, это вообще копейки. У меня у знакомой сын пользуется этой водичкой уже очень много лет. И они ждали скидку, и вот дождались. Нет, кстати, здесь 30 мл. Вот так выглядит флакончик, такой бедноватый, конечно. Но аромат классный. Мне очень нравится. Прям вот, ну, действительно нравится. И что хочу сказать, он довольно стойкий. Поэтому за 200 рублей купить парфюм стойкий, 30 мл, и который будет нравиться, это, наверное, возможно только в Эйвене. Эйвен вообще для меня это какая-то прям кладезь классных ароматов. Следующая покупка – это гель для душа в объеме 700 мл. Это у нас притягательный аромат тайной экзотической розы и жасмин. И пахнет он, девчонки, обалденно. Мне очень понравилось. Во-первых, он кремовый, а не гелевый. Он очень густой, он освежающий. Ну, классно. Конечно, я бы отнесла больше это к летним ароматам, нежели вот брать на зиму, но все равно он пахнет безумно классно. Я чувствую здесь и розу, и жасмин. Вообще супер. Занюхалась ароматом я из шампуня Naturals. Naturals против перхоти, мятые, чайное дерево. 700 мл. Это не мой заказ. Знакомая тоже заказала. Но аромат обалденный. Мне нравится чувство чайное дерево. Это такой нежный, деликатный, слегка сладковатый, зеленый чай. Здесь чувствую аромат. Я очень люблю в средствах. Девчонки, кто пользовался вот этими шампунями? Я слышала противоречивые отзывы. У кого-то они, именно эта вся линейка, наоборот, вызывали шелушение головы и перхоть. Кто-то от них в восторге. Напишите, пожалуйста, как вам эта серия. Я сейчас подбиваю все свои запасы и хочу попробовать что-то новенькое, чтобы с вами поделиться отзывом. И вообще интересно. Цена, конечно, шикарная. Вот такую масочку. Масочку беру второй раз. Это у нас Aven Naturals тоже для чувствительной кожи с экстрактом ромашки, ароматом мака. У меня некоторые девчонки спрашивали, как это аромат мака. Его здесь нет. Я эту маску уже затестила. И сама маска мне по действию по-своему очень понравилась. За 59 рублей ожидать каких-то чудес я как бы и не думала. На самом деле очень неплохая. А по аромату это парфюм, вы знаете, из 90-х мужского одеколона. Когда они такие были в стекле, еще знаете, с крышечкой. Вот, ну, прямо вот мне оттуда аромат навеяло. Поэтому, ну, не знаю, кто не любит такие ярко выраженные, возможно, вам и не подойдет. А вообще, что хочу сказать по самой маске. Она выравнивает цвет лица. Она не сушит. Она слегка увлажняет. И, мне кажется, немножечко даже выбеливает. Выбеливает лицо. Поэтому я маской довольна все 100%. За 59 рублей работающий продукт найти где-то это вообще сказка. Крема для рук Avon Care в 15 каталоге по очень привлекательной цене тоже 59 рублей. Я долго выбирала, какой же взять, потестить. И решила, что остановлюсь на кремушке с маслом кокоса. И не пожалела. Вы знаете, это крем для сухой и очень сухой кожи рук. Я его уже потестировала. Он классный. Он достаточно густой. И вот такая вот у него кремовая густая текстура белого цвета. И он очень хорошо питает мои сухие руки. Безумно сухие. А запах, ну, вообще обалденный. У меня есть натуральная маска для лица с кокосиком. И вот здесь запах и такой же. Он не химозный. Он действительно пахнет натуральным кокосом. И здесь заявлено, как бы, что у нас в кремушке есть масло кокоса. И я думаю, что она действительно есть. Ручки напитанные после него. Мне очень нравится этот крем. Я не пожалела, что за такую цену взяла такой хороший продукт. Если у вас такая же сухая кожа рук, как у меня, берите тоже не раздумывая. Дальше, девчонки, декоративка. У меня на заказ идет тушь Avon True Color. Она была по акции по 199 рублей. По-моему, здесь силиконовая кисточка. Я, честно говоря, уже не помню. Смотрела в каталоге. Она у нас запечатанная. Поэтому мы с вами посмотреть ее не сможем. Кто пользовался, девчонки, тоже напишите. Потому что интересно. Я еще в туши марки разочаровалась. Но не нравится она мне. Хотя сначала пела я ей хвалебные отзывы. Нет. Вообще ни то, ни то кисть. Ни силиконовая не подходит. Мне долго с ней приходится сидеть, чтобы создать какой-то более-менее нормальный взмах ресниц. А вот эта тушь, мне кажется, довольно популярна в Avon. Если пробовали, расскажите. Вот такой вот карандашик из новиночки для бровей. Этот цвет, по-моему, блонд называется. Сейчас мы найдем, как он называется. Да, блонд. Вот это у нас блонд. Хотели, долго выбирали. С клиенткой тоже она разрешила мне посвочить. Цвет она блондинка. Думали, вот который посветлее блонды перед ним стоял. Потом поискали, посмотрели отзывы. Оказывается, он рыжит. Поэтому решили и взять именно такой. Смотрите, какая красота. Он очень здорово выполнен. Щеточка, мне кажется, будет мега удобная. Довольно пушистая. Расчесывать, мне кажется, бровки ей будет одно удовольствие. Так, и сам цвет. Это, мне кажется, такой холодный коричневый цвет. Немножко похожий на графит. Сейчас сделаем сводчик. Так, рисует. Ну, так, тверденько, знаете, рисует. Не сказать, что прям мягко-мягко. То есть, с первого раза нет. Ой, ну цвет вообще классный. Вот я себе такой тоже закажу. Смотрите. Благородный холодный оттенок. Без всякой рыжины и так далее. Вообще, цвет очень классный. Да, это типа светло-коричневый. С небольшими вкраплениями графита. Сейчас вот рядом проведу с одного раза. У меня руки в крему. В креме. А вот без крема нормально проводится. Вот. С одного раза. Классный цвет. Я довольна. Я думаю, моя знакомая будет довольна. И себе такой возьму карандаш. Вот этот цвет, мне кажется, на бровках будет смотреться вообще, девчонки, супер. Для блондиночек. Самый удачный. Еще в моем заказе тени. Пигмент рассыпчатый от Марк. Это у нас оттенок Твилин Блаж. В общем, это какой-то розовый. Розовый я уже тоже их доставала. Посмотрела. Вот так выглядит баночка. Они действительно рассыпчатые. И здесь такой интересный способ их доставания, нанесения. Не знаю, может быть, эту заглушку можно вытащить. Но вообще смысла нет. Будут рассыпаться. Смотрите. Дырочка посерединке. Они с блестками. Сейчас я попробую их оттуда достать. Кисточкой-то, конечно, это бы делалось удобней. Так. Не убегайте. И нанесем их с вами на кожу. Я боюсь, вы не увидите этого оттенка. Это легкий шиммерный оттенок. Даже не знаю, как вам показать. Вот. Видите? Он слегка переливается. Ну, как не слегка, он сильно переливается. И здесь розовые и белые блестки. Он не сильно сам пигментирован. Но свечение у него вообще. Смотрите, какое красивое. Очень красивое свечение. Классные тенюшки. Надо будет посмотреть. Какой-нибудь еще оттеночек подобрать. Вообще, я такие продукты люблю. Которые дают глазу свечение. На самом деле. Ну, красиво. Я надеюсь, вам камера правильно передает всю эту красоту. Вот такие вот девчонки-тенюшки. Ну, а теперь самое интересное. Это пудра. Я все-таки решилась и взяла себе матирующую пудру. Ультрамат от Avon True. Взяла ее в оттенке натуральный бежевый. Долго думала. И, знаете, девчонки, не ошиблась. Это мой цвет. Я довольно жутко. Вот так она выглядит. Так, открываем. Сначала у нас первая отделеница. Это сама пудра. И вторая здесь у нас лежит спонж. Удобно. На самом деле удобно. И что хочу сказать. Я довольна прям как слон. Я вчера ее носила весь день. Нанесла на кожу. Причем без косметики. На подвижные века. На все лицо. И ходила весь день абсолютно. И вы знаете, у меня лицо хоть бы раз заблестело. Вот серьезно. Ни разу. Думала сейчас скатается на подвижном веке. Не скаталась. Вообще никаких претензий. С учетом того, что эта текстура кремовая. Она у нас не рассыпчатая. Она у нас кремовая. Сейчас я вам покажу пальцем. Смотрите. Вот. Это кремовая текстура. Вот такой вот у нее оттенок. Она не желтит. Она не выбеливает. Она вот то, что надо именно под мою кожу. Сейчас мы с вами вместе ее нанесем. Вот я вчера ей пользовалась уже. И вы сами посмотрите, как она здорово матирует. Потому что на данный момент у меня на лице нет тонального крема. Просто уход. И я блещу. Слегка, скажем так. Начинаем. Она в состоянии перекрыть какие-то недостатки абсолютно точно. Не прям сильный-сильный. Если сильный, то, конечно, там понадобится корректор, либо еще тонак. Но я вот эту пудру буду использовать как самостоятельный продукт без тональника. Я говорила, уже не люблю. И когда будет мне необходимость, я буду использовать только пудру. Мне очень понравилось. Сейчас я половину лица сделаю. И вы посмотрите разницу. На моей комбинированной кожи ее не видно. Ее не видно. Она замечательно спонжиком как бы тушуется. И с учетом того, что это кремовый продукт, он очень хорошо и ровненько ложится. Можно даже как консилером поиграться вот так вот под глазками. Вообще выходит очень замечательно. Я не разочаровалась, девчонки. Я прям довольна на все сто. Сейчас половину лба еще сделаю. И покажу вам, как это все выглядит. Я надеюсь, что и в будущем она меня не изжать. Смотрите. Половина лица с пудрой. Половина лица без. Видите разницу? И матирование. И скрывает какие-то дефекты. Мне вообще очень нравится. И на лице ее практически незаметно. Сейчас доделаю вторую половинку лица. Вот так вот выглядит, девчонки, лицо после использования пудры. Я нанесла на все лицо. Кожа мотирована. Обладательницам комби и жирной кожи прям вот советую, советую. Сухой может быть нет. В каких-то моментах будет подсушивать, если есть изъяны и шелушения. Сейчас покажу вам поближе. Вот такой вот тон. Очень приятный. Что еще хочу сказать по этому продукту. Поры он мне не забивает, а как бы затирает. Мне вот было очень интересно, как пудра поведет себя в Т-зоне. Потому что обычно там такие средства бывают сильно заметными. Нет. Она как бы их затирает, то есть сглаживает. Не то, что, знаете, забилась в эти точечки и ее прям видно. Нет ничего подобного. Она затирает поры и получается очень красивый матовый финиш. Поэтому, девчонки, кто обладает комбинированной кожей и в поиске такого вот матирующего средства, я вам очень рекомендую присмотреться к этой пудре. Оттенок у нас натуральный бежевый. Продукт обалденный. Я счастлива безумно. Мне теперь никакие тональники, ничего в принципе не нужно. Цвет самый такой нейтральный. Для белоснежек, наверное, нет. А вот такая средняя пигментация, самое оно. Ну, на этом все, мои хорошие. Вот такой заказ был у меня Avon по 15 каталогу. Надеюсь, что была вам полезна, нам понравилось видео. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока.